Всем привет, с вами Мосс. Сорян за недельное отсутствие, меня с головой сожрала работа, но я вернулся и не с пустыми руками, потому что в этом ролике мы вскроем все мои награды аж за две недели. Там и ВЛК, и Дивижн Райвлз, и всякие паки за СБЧшки, будет на что посмотреть. Ну и к тому же я познакомлю вас с своим новым составом для Уикенд Лиги, который не без оснований, я считаю лучшим бюджетным гибридом на этот момент. От вас я по традиции попрошу активности в комментах, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, напишите ваше мнение в комментариях, давайте мутить Движ, который поможет продвижению контенту. Ну а за самыми интересными матчами топовых чемпионатов, а также национальных сборных, куда круче смотреть в компании наших друзей из OneX, поэтому чекай закрепленный комментарий, пользуйся моим промокодом, получай бонус, а теперь приятного просмотра. Вах, как бы хотелось хайпануть а-ля выпали месси Роналду в паке, поймал лучших игроков за ВЛ-ку и так далее. Но пользоваться услугами бустеров не по-христиански, вскрывать чужие награды ради контента тоже неправославно, ну а с моим везением в паках в лесу должен загнуться последний медведь, чтобы мне дропнулось хоть что-то с трехзначным ценником. Шутки-шутейками, но просто представьте, за 4 года фифы я не поймал ни одного кумира, а самым дорогим дропом остается информ Каутиньо из какой-то пожилой части и прошлогодний Тотти Хендерсона, да и тот антрейдабл. Вот и на минувших неделях, как видите, в паках выпадала самая посредственность. Да и по результатам, звезд с неба не хватал. Вторую ВЛ я начал со статы 1 с 1, затем, чтобы не влезать в долги на ремонт хаты и таблетки от Батхёрта, забрал золото 3 и бултаку. Красные пики точёные, игрочки без дзюбы, но суть та же. Ну и в наборах нам тоже предложили маленько лососной тунца. Обидно, нам даже самый жир не требовался. А вот что по Линьо, что в Альверде вызывали у главного тренера наиобильнейшее слюноводеление. Как заглянем в мой новый состав, поймете почему. В погоне за вожделенными игроками я отправился в СБ Чешки и сделал там абсолютно все оставшиеся маломальски перспективные ИПК. Ну и ежедневные челленджи тоже выполнял исправно. Вознаграждением за упорность стали два величайших волкаута, но если Фермина ещё можно было как-то сносно продать, то старина в ойцах отправится мясом на последующие СБ Чешки. Подсластил пилюлю непродаваемый миссия Клемон. Дубликат из основы выставляем на панель, получаем 80 кесов и таки решаемся на апгрейд команды. Наши ряды покинули Льоренте, Тайсон, Паулинио и Тайшейра. Новобранцами стали Вальверде и Азар. По-первых, длинные истории не сочинём. Это просто хороший бокс-то-бокс, но главное зелёный линк с наимилейшим бельгийским фухлячком. Спасибо Эденушке, что ливнул из АПЛки. Страшно представить, сколько стоила бы его карточка, останься он в Англии. А сейчас это капец, какая недооценённая карточка. Меньше чем за 60 кесов это нереальный бестяра, который железобетонно и надолго закроет любую атакующую позицию в скваде. От флангового живчика до креативчика финтобоярина на ЦАПе или шустрого убегайло-забивайло на страйкере. Ну а чтобы завершить басяцкую композицию, на ЦОПа ставим Аллана и мутим от него гиперлинг к Ришарлисону. Телега, конечно, тяжеловата, но если смазать, худо-бедно едет. Да и пять звёзд на слабой ноге лишними никогда не бывают. Друзья, если вам не хватает золотишка на топовых игроков, непременно обращайтесь к Ване Мухину, надёжный партнёр, работаем не первый год, сделает всё качественно, оперативно и по выгодному курсу. Ссылка в описании ролика. Вот в таком формате я отстрадал серебро один в третьей вылке и на полпути решил стремительно заехать на пидстоп и сделать ещё один апгрейд. А именно вернуть в старт Паулиньо и таки собрать обожравшегося стероида металлиску. Как показали дальнейшие события, это было воистину правильное решение. Новобранца нарядили охотником и отправили играть страйкера, либо в Солянова, либо дуэтом с Азаром, в зависимости от плана на игру. Уже в первых трёх катках Долговязый Бразилеру отгрузил 7 банок и где-то просунул ассист, да и дальше исправно наказывал элитные составчики. На той неделе я успел в итоге забрать 18 побед, ну и как не показать очередные бомбические пики игроков и улов в боксах. Единственным светлым лучиком в этой клоаке стал волк Аут Тайсона, который с лёгкой руки ушёл на панель и заработал нашему клубу 70 косарей. В итоге вот он, на 100% лучший на данный момент гибрид всего за 300 тысяч монет. Телесу, разумеется, считаем как обычную карточку. С чего такие смелые заявления? Ну, во-первых, в эпоху просто невероятной креативности сборок для ВЛКи, это действительно что-то свежее. Серьёзно, а ТПЛК с французским гибридом уже болевать тянет. Во-вторых, здесь куда ни плюнь действительно годные игроки на каждую позицию. В-третьих, есть потенциал для апгрейдов, но главное, это команда, которая реально даёт результат. Все матчи прошлые, четвёртый по счёту ВЛ, а мне пришлось играть в воскресенье, после работы, то есть уже в 6 вечера. Ненавижу такие хардкорные марафоны, но отступать некуда. В итоге, с нелепой камерой с видом отворот, косолапый казуал, который даже в плей-оффы престижных соревнований не выходит, настучал 20 побед с двумя играми в запасе. А значит, каждый первый прожжённый эксперт комментаторского дела на ТВ-трансляции с более прямыми руками на изи может брать с ним как минимум элиту. Учитывая, что последние матчи я вымучивал уже сбитым стеклом в глазах, лично я результатом действительно доволен, и это был тот редкий случай, когда после ВЛ-ки осталось позитивное настроение. Для справки гонял я либо узкой 4-2-3-1, либо 4-2-2-2. Обе формации хороши и менялись по ходу пьесы, отталкиваясь от расстановки соперника. Не забудь про мой промокод в закреплённом комменте, по нему ты получишь крутейший бонус. Что до улучшений, всё просто. Для начала 85-й версии Паулинио и Вальверде. Адекватная цена первого в районе полтинника, второй должен стоить около сотки. Сейчас ценник на уругвайце необоснованно конский, поэтому есть резон перетерпеть. Не успеете глазом моргнуть, как потраченные три сотни превратятся в тыкву. Ну а дальше на выход попросим порту. Несмотря на квиксельный прайс, игрок очень неплохой, но пора уже смотреть в сторону как минимум цветного акампуса и как максимум месси. По остальным игрокам вообще нет вопросов. Грис отлично играет центрального цапа и не кисло помогает в прессинге, линия обороны не косячит, кипер тащила, а про остальных я уже и так поведал выше крыши. Так что если у вас в закромах есть собранная талиска, попробуйте такой конфиг. Но если СБЧ проморгали, то получится вряд ли. Обычно его карточка для Вэлки абсолютно не годится. Как альтернативу смотрите уже тогда цветного Тейшееру. Правда он тоже пока лютый огорпрайт, который непременно скоро должен сильно просесть в цене. Внимательный зритель, думаю, подметил, что на балансе клуба скопилось уже более полумиллиона монет, а это значит, что апгрейд состава пренепременно будет. Кстати, напишите в комментариях, что бы вы улучшили в первую очередь, какие бы изменения внесли. Ну и друзья, также поделитесь мнением, какой контент вы хотите увидеть на канале в первую очередь. Всех читаю, все вижу, иногда отвечаю, ну вы сами все прекрасно знаете. Подписывайтесь на канал, на инстаграм, ставьте лукас этому ролику и всем пока. С вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok